Северная земля суровая и нечасто радует своих обитателей яркими красками. Однако площади улицы Пытьяха пестрят многоцветием и радужными переливами. Это дело рук тех, кто неравнодушен к красоте и готов делать ее своими руками. Мы посадили те цветы, которые долго цветут. То есть в наших условиях суровых, это понятно дело, петуня долго, брасика долго растет, вот цветет, лобчатка долго цветет. То есть все такие цветы, которые именно до самого, что порадовали нас. Ну и делали, рассадили, чтобы им такое многоцветие было, именно в ярких красках. Такое великолепие раскинулось возле конечной остановки в микрорайоне Черемушки. Инициативные жители решили навести порядок и благоустроить территорию собственными руками. Там, где рос только высокий бурьян, сняли дерн, завезли заново землю, украсили клумбами и декоративными модулями. В благоустройстве участвовали все, и жители, и предприниматели, и даже соседний магазин помогал электроэнергией и водой. Полученная красота не осталась незамеченной, и чудесный уголок стал конкурсантом в номинации «Общественная территория». Пока единственным. Всего же на конкурс «Мой цветущий город» было заявлено 17 участников, 7 из них – физические лица. Это те люди, которые своими силами пытаются облагородить придомовую территорию многоквартирного дома, частного дома, вот как мы сейчас, допустим, в частном секторе, да, какую-то территорию общего пользования, чтобы не только один я радовался этому, что я встаю утром из окна, я это вижу, чтобы это радовались улицей, микрорайонам. И хотелось бы, чтобы таких людей с каждым годом было все больше и больше. Жюри конкурса отметила, что при благоустройстве частных домовладений было реализовано много творческих находок и оригинальных идей. Например, во дворе одного из домов белосиреневая гамма была использована во всех композициях и насаждениях. Получилось очень изящно и неординарно. Хозяйка другого дома, Марина Кувшинова, использовала в благоустройстве другой подход. Ее подворье украшено искусной резьбой по дереву и необычными скульптурами. И то сказать, Марина Владимировна – профессиональный художник, поэтому и атмосфера вокруг соответствующая. Порадовало то, что очень много, по сравнению с предыдущими годами, много и муниципальных учреждений, и жителей уходит от использования именно пластика в оформлении, уходит от использования резины, полиэтиленовых пакетов. Больше все-таки переходят на какой-то экологический материал – это дерево, в основном камни. Среди тех, кто заявился на конкурс, немало муниципальных учреждений. Территория средней школы номер 6 порадовала экзотикой – редкими в наших краях папоротниками и цветущими кактусами. Детский сад «Золотой ключик» за основу своей цветочной композиции взял тему детства, поэтому и появились здесь веселые паровозики и гнездо аиста. А в дворовом клубе «Черемушки» к созданию красоты активно привлекаются дети, которые с удовольствием поливают цветы и ухаживают за ними. Они очень любят этим заниматься. Они всегда приходят и видят, что цветут наши клумбы, и восхищаются, и говорят, что им очень нравится, когда цветут цветы, и очень красиво в клубе. Муниципальная власть поощряет активных жителей и предприятия грамотами и денежными призами. Лучшие работы будут отмечены вознаграждениями от 1 до 3 тысяч рублей. Для юридических лиц приз составит от 4 до 10 тысяч. Инна Болдина, Инна Баженова, Алексей Рудич, телекомпания Пытьяхинформ.